Друзья, ну вот, собственно, и тема видео наше. Какая оснасть эффективна на Днестре в конце октября месяца? Это уже то, что нам надо. То, что мы ждали. То, зачем мы приезжали. Видишь колокольчик в нижнем правом углу? Нажимай скорее, будешь знать, что к чему. И едем мы на Днестр карпа ловить. Постараемся сегодня вас удивить. С вечера готовлю к юшке свой котелок. Собираю с Настей, будет супер денек. Спиннинги, катушки и кормушка-паук. В настроении клевом проведу я досуг. Все для клева, это клева. Реки, озера и душевный покой. На рыбалку едем мы снова. Дедушка Днестр ждет нас с тобой. Все для клева, это клева. Реки, озера и душевный покой. На рыбалку едем мы снова. Дедушка Днестр ждет нас с тобой. Можно просидеть на реке, забрасывать в одно место, ловить и ничего не понимать. А можно забросить в бровку, за два часа наловить столько рыбы. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Все для клева». Сегодня 26 октября 2019 года. Мы с Колей. Коля. С днестрей, всем привет. Правая, правая, дорогой. Приехали на рыбалку, на суточную рыбалку. Сейчас у нас время, что у нас там? 15, 16? Четыре часа. Четыре часа дня, да? Уже скоро будет темнеть, поэтому надо срочно распаливать огонь, срочно готовить шашлыки, срочно закидывать удилища и начинать нашу рыбалку. Сегодня у нас очень интересная рыбалка. Мы сегодня будем ловить как на кормушку паук, так и на кормушку потап. Кстати говоря, есть в наличии пока в нашем магазине клево.ком.ua. Пока есть, но в ограниченных количествах. Поэтому кому надо, проблем нет. И сегодня будем ловить еще на макушатнике. То есть у нас будет четыре удилища, четыре разных снасти и проведем батл. Этих снастей. Хотел бы спросить местных рыбаков, которые сегодня уже ловили. Здрасте. Добрый день. Меня зовут Сергей. Сережа, расскажите, пожалуйста, как у вас пошла рыбалка? Смотрите, рыбалка так. Значит, приехал когда, поклевывал карась, тарань. Так. А вот на утро, с шести до восьми, с интервалом семь минут, два короба. А ну покажите. Чтобы надо опять переться. Ну, а может вы... Не, надо, надо показать. Надо показать. Да. Ничего не хочу говорить. Так. Так, пожалуйста, для прессы. Так, это что у нас, таранечка? Таранечка. Ага. И два короба. Один на два, два сто пятьдесят, и второй кило семьсот пятьдесят. Ну, нормально, нормально, нормально. Моя норма вылова. В принципе, нормально, отлично. Моя норма вылова выполнена. Мне этого достаточно. Спасибо дедушке Днестру. И вам удачной рыбалки. Друзья, вот видите, даже слова, даже канала все для клево. Дедушка Днестр и норма вылова все соответствует. Вот такие у нас подписчики, вот такие у нас в оберсовочице люди. Да. Всем тоже желаю не хвоста, не чешуи и удачной рыбалки. Все, водяному. Отлично. Супер. Карпики на что были? Значит, все по классике. Прикормка. В прикормку добавлен горох. Из этой прикормки горох на крючок. Кормушка паук набивается, кидается. Ну, что у тебя получится, то и кидайте. То есть подальше, да? Подальше, да. Она вся, весь карп стоит там под Молдавией. Вот такие вот дела. То есть на дальнем забросе, да? На дальнем забросе. Интересно. Что ловилось? Что ловилось? Ловилось три карапчука небольших, штук пять или шесть лещей больших, и штук пять карасиков, и жериха. И жериха поймали? Красава. То есть вы сейчас уезжаете, место свободное, правильно? Место свободное, пожалуйста. Место хорошее. Вот так вот, друзья. Мы оставляем все чисто. Все чисто? Да. Вот. Порядок везде. Вот, учитесь. Мусор забираем с собой. А ну покажите. Пожалуйста. Давайте. Вот. Вот это у нас за три дня столько мусора. И это вы с собой забираете? Да. Друзья, учитесь вот так вот у нормальных людей забирать с собой мусор. По прикормке, значит, будем использовать две пачки пелеца чеснок, одну пачку фруктового, и подойдем туда немножко ликвида, запах немножко дадим гороха и клубники. Вот такой вот вариант. Посмотрим, что с этого выйдет. Первым делом на рыбалке это мусорный пакет. Сразу мы его ставим, чтобы даже не было мысли, чтобы куда-либо, что-либо взять и выкинуть. То есть только все в мусорный пакет. Желаю вам, друзья, то же самое. Начинать рыбалку с того, чтобы взять мусорный пакет и его где-то положить или повесить так, чтобы было удобно. Смешали мы пелец, добавили ликвид сюда. И чуть-чуть добавлю еще сыпучей прикормки. Фидер фишдримовской. Для того, чтобы привлекал рыбу из дальнего расстояния. Это будет работать поблизости. А сыпучка будет работать подальше и привлекать ее от соседа, который сидит ниже по течению. Обязательно перед рыбалкой нужно проверить, найти бровку. Я не знаю, что может быть важнее, чем найти бровку. Потому что можно просидеть на реке, забрасывать в одно место, ловить и ничего не понимать. А можно забросить в бровку, за два часа наловить столько рыбы. Что хватит вот так. И уехать, понимаете? Для этого нужно вот такое грузило. Шнур и удилище. Все. С катушки. У нас грузило уже упало. Начинаем искать варианты. Пробивать дно, скажем так. Вы видите, как дергается кончик? Это говорит о том, что грузило скачет по ракушкам. Тук-тук-тук-тук-тук. Вот она. Когда мы нашли бровку, мы сначала отпускаем метра два. И клипсуем. И проверяем еще разочек. Вот. Все. Заодно можно посчитать, сколько. Сколько оборотов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20. 14, 15, 20, 16, 17, 20, 20. 27, 20, 28. 28 оборотов. Это примерно где-то метров 25-24. Но мы точно сейчас возьмем по кулышкой, а пробьем. Поверяем. Недалеко, как раз где-то примерно 24 метра, где-то там, вот оно, вот смотрите, видите, оно прямо уперлось в бровку, оно не хотело уходить, четко. Все, друзья, когда сомнений нет, мы берем два колышка. Спортсмены специально между колышками делают 3 метра, чтобы примерно понимать, сколько надо метров. 6, 7, вот, все, то есть 7, вот оно уперлось, 7 и 40 сантиметров. Теперь мы это все дело сматываем, и на 7 и 40 сантиметров мы каждое удилище промеряем и будем кидать в одну и ту же самую точку. Тем самым мы точно будем знать, что мы попадаем прямо в бровку. Вы поняли? Саша, то есть мы по этому принципу те два удилища, которые будут здесь, так же самомеряем и клипсуем, да? Да, мы будем клипсоваться, то есть ты будешь на два удилища ловить, я буду на два удилища ловить, мы клипсуемся и ловим. То есть не отходим от удилищ. Понятно. Если надо будет уйти, конечно, это будет проблема, если поймается карп, это она в удилище уйдет. Но у кого уйдет, то снимает себе одежду и вплавь за удилищем. Договорились. Договорились. Вы отходите чаще. Да, крючки, да? Опа. Добрый день. Добрый день. Тепленьким ужином. Ух ты, елки-палки. Класс, супер. Спасибо. Спасибо большое. Вы ловите все нормально? Отдых классный. Да? Да. Очень все хорошо. Чуть-чуть бы уборочки бы еще тут, как было в суббот. На субботнике. На субботнике, да. Было бы вообще замечательно. Понятно, что-то поймали? Одного карпика, пару подлещиков. Понятно. Спасибо огромное. Очень даже неожиданность и приятно, слушайте. Нас уже тут кормят с Колей. Спасибо большое. Ты понял? Спасибо. Что, ты сегодня день рождения, что ли? Да. С ребятами отмечаешь? Да. 30 лет. Ооо, класс. Другая дата. Ну, друзья, надо что-то подарить же, правильно? Ну, пару кормушек. Паук, пару кормушек, потап и крючочки. Я думаю, что будет нормальный вариант, да? Большое спасибо. Да. Очень приятно. Ловите, на здоровье. Спасибо. Думаю, что получится. Спасибо. Всего хорошего. С днем рождения. Спасибо. Короче, иначе не начали еще ловить, но уже идем. Да. Не начали еще ловить уже. Честно говоря, я только завтракал сегодня. Еще не обедал. Сольцо, кормушечка. Да, супер. Да. Друзья, видите, какие у нас подписчики канала «Всё для клёвого». Умереть с голоду не дадут. Не дадут, однозначно. Подписывайтесь и вы, и вас тоже будут так угощать. Сырок, смотри. Да. Класс. И сольцо жареное. Так, друзья, одно удилище мы закрепляли, уже забросили. Коля в это время готовит костерчик для нашего шашлыка. Шашлычка. Ну, смотри, классно загорелось. Супер. В принципе, не знаю, но я уже поужинал. Сейчас будет еще шашлык. О, ну все. Соколад, как мы. Нет, я такой не ем. На каждом удилище. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И вот такой кусочек. Сорок сантиметров. И здесь клипсуем. Вот так. Есть так. Друзья, ну вот, собственно, и тема видео нашего. Какая снасть эффективна на Днестре в конце октября месяца. То есть у нас вот макушатник с пружиной. Настоящий, обыкновенный макушатник, классический. И две легендарные кормушки. Это паук и потап. Они с поводком 50 сантиметров. На обоих гранулы. Здесь железный бойл. Здесь технопув. Посмотрим, что будет эффективно. Естественно, у нас есть еще и червь, и опарыш. Поэтому будем смотреть, какая насадка будет лучше работать. Ту и будем ставить. Вот такая наша задача. Проверить и узнать, на что сейчас дедушка Днестр щедрый. О, так вы же тут уже угли нормальные, Коль. Уже практически уже. Так давай, елки-палки. Еще немножко. И прогрит, а потом что? На чем будем жарить шашлык? Ну что ж, друзья. Четыре удилища наших заброшено. Два макушатника. Два фидера с кормушками. Коля колдует с шашлыками. Запах над Днестром развивается просто убийственный. Да, но на весь Днестр не хватит, а? А нам с вами поужинать хватит. Ну, достаточно. Вот. Ну и нахлаждаемся. Нахлаждаемся. Отдыхаем, ждем поклевки. Красотой Днестра. И отдыхаем. Балдеем. Надеемся что-то поймать. Ну, вот так вот выглядит ужин на нашем Днестре. Коля приготовил шашлык. Красавчик. Да, сейчас еще. Хлеб вот. Хлеб. Хлеб. Кто ест хлеб? Когда есть мясо? Понятно. И вот как всегда со своей кока-колой. Убери ее отсюда, чтобы я ее не видел. Это, это отрава, блин. Куда-нибудь подальше. Я буду пить. Ты будешь пить. Ну, пей. Пока молодой еще. Да. Весь мир пьет. Весь мир пьет неправильно. Нужно пить воду. Максимум чай или кофе. Да, хорошо. Ну, что, друзья, у нас, мы прерываемся пока. На обед, на ужин. Вот, у нас пока не клюет. Потихонечку смеркается. Вот. Вообще, ни у кого не слышно ни колокольчик, чтобы хоть один звенел. Так, пока мясо горячее, друзья, мы прекращаем разговаривать и начинаем кушать. Приятного аппетита. Приятного аппетита и вам. Ну, давай попробуй, чтобы уже знать, как оно там. Бойло. Отлично. Божественно. Мясо настолько мягкое. Да. Слушай, ты мариновал его? Конечно. Как? Это секрет. Так, для подписчиков канала, здрасте. У нас никаких сайдетов нет. В комментариях свои рецепты пускай пишут. Ага. Будем ездить на рыбалке с подписчиками, пробовать их не шашлыки. Будем сравнивать. Друзья, ну, очень-очень мягкий получился. Сочный. Не зажаренный. Ароматный. Шикарный шашлык. Коля. Супер. У нас тут, друзья, уже темно. Коля, ломай светлячки, чтобы прицепить к удилищам. Да, чтобы видеть. Вот такие вот классные штучки. Вот они. Иди цепляй. Пора вставать. Что там у нас? Уже расцвело. Всю ночь спал чутко, чтобы не проспать поклёвку. Где-то Коля уже там что-то уже рыбачит. Ладно, пора иметь совесть и вставать. Кстати, друзья, еще один маленький секрет для вас. Если возле палатки оставлять обувь, нужно ее переворачивать. Таким образом, если выпадает роса, вас не намочится ваша обувь. Короче, я понял, пока я спал, Коля... Рыб ловил. Рыб ловил. Не хотел меня будить, смотрите, друзья. С утра. Карасики такие. Хорошенькие. Вот еще один. И что там еще? И козлик. С утра у нас два карася и козлик. Вот так у нас начинается рыбалка, друзья. С кофе. Сейчас, наверное, и рыба клюнет. Ну, давай, клюй. Слабые поклевки. Славы? Главное, что есть. Ну, друзья, за слабые поклевки. И за сильные. И за сильные тоже. Значит, насчет прикорма места. Есть несколько моментов и нюансов. Значит, смотрите. Многие прикармливают места ракетой, да, с помбом этим. Да. Но, как я уже не раз говорил, что это все, как бы, скорее всего, неправильно. На реке, да? Да, почему? Потому что вы прикармливаете, например, даже берете параллакс какой-то, да, то есть кидаете как можно левее, чуть ли не на соседа, который у вас слева стоит. Но все равно, пока горох дойдет до дна, он уже будет где-то возле соседа, который стоит еще за 3-4 человека за вами. То есть эффективность такого варианта прикармливания очень низкая. Значит, что я предлагаю? Я предлагаю брать удилище, да, и прикреплять к нему вот такую закормочную кормушку. Вот такая она. С нее быстро вымывается прикормка, но при этом, если ее забрасывать тоже чуть-чуть параллаксом, то есть чуть выше по течению, она нормально ложится на то место, где вы забрасываете ваше удилище, на то место. Если тоже закрепляться этой кормушкой и забрасывать, то в принципе нормально получается. Вот вам тоже один из маленьких моментов и нюансов, секретиков от YouTube-канала «Все для клево». Что, как кофе? Супер, булочка душная. Берите, есть? Не, я булочку не ем. Это не наш. Поправишься, булочки? Я вообще хлеб не ем уже два года. Два года не ем вот это вот. Это не хлеб. Что это? Это сдоба. Ну что это такое? Это дрожжи. Это дрожжи. Это нельзя есть. Я понимаю, можно съесть лаваш какой-то. Мука и вода, и соль. Все. Не успели мы кофе попить. Коля вытаскивает таранечку небольшую. Выпускаю ее. Но все же лучше прикармливать той кормушкой, на которой вы ловите. Просто нужно чаще перезабрасывать. Вот и все. То есть можно и тем вариантом, вот этой кормушкой. Но она эффективна в начале рыбалки. То есть бум-бум-бум-бум забросал, подкормил место. Потом уже взял свою кормушку. Вот. И начинаешь работать ей и кормить место ей. Это будет самый эффективный вариант. Насколько я знаю, что если не работают какие-то насадки и наживки, оптимально сделать манночку. Вот я еще манночку сделал, друзья. Причем манночку на вот такой интересный крючок. Это крючок с пружинкой. Для того, чтобы использовать манку, нам нужен шприц. Можно, конечно, палочкой наматывать на крючок, но лучше шприцом. О, у нас там покрёвочка, да? Так вот, как шприц набирается манкой. Берется, вставляется со стороны поршня, да? И создаётся давление. Вот так вот. Вот вот шприц полный. Надеваем по поршню. И всё готово. Вы поняли? Чуть-чуть надавливая на поршень, наматываем манночку. Вот так. Такая красота у нас будет. Огонь. Главный эксперимент, друзья. Эксперимент. Друзья, таранюшке нравится манка, смотрите. Видите, крючок с пружинкой. Опять тарань, опять манка. Ну, красивая, но у нас в Одессе это не едят. Не то, что нам надо. Да, хотя, в принципе, если ты пиво пьёшь... Нет. Я тоже. Поэтому, в принципе, нам это не надо. Шо? Опять? Карп. Трёшка. Друзья, работает одна манка. Похудел немного. Что-то пока... О, что-то она больная, кот. Что больная? Пятна какие-то, нет? Ну, да, я вот его побила жизнь. Горбует пока только одна манка. Ставим уже и гранулы, и шарики, и шинопластовые, и червя, и опарыша, и мотыля. Но работает только манка. Так, червяк у нас что-то клюнуло. О, друзья, так это... Вот он, красавчик. Это уже... То, что нам надо. То, что мы ждали. То, зачем мы приезжали. Вот такой лещик. Вот это он. Красота. О! Вот он, октябрьский. Котябрьский лещарик. Супер. Причем, друзья, хотел бы вам подсказать один момент. Самый лучший одевать червя чулочком. Вот я пробовал нанизать кусочки червя, прокалывая его. А вот таким вариантом самый лучший вариант их. Вот он. Красавец. Лещарик. О! Шо, ну? Коля, шо не так? Тарань! Классно. Смотри, какая жирная. Большая. Ты тоже начергадишься. Ну, посмотрите. Клопаньки, червячочек. Красивая, да? Не надо так брать. Просто вытаскивай на леске. Вот это вот самая большая ошибка, блин, всех рыбаков. Вот так вот вытаскивать рыбу, блин. Вот ты сейчас порвешь губу, и он идет. За леску нельзя брать руками. Ага. Только надо удилищем вытаскивать. Понял? Понял. Там же у него губа, смотри, какая тоненькая. А он держался тут. Хорошо, да? Нет. Повезло, что не оторвался. Ну, вот видишь, тебе просто повезло. Экземпляр. Ха-ха-ха. Друзья, еще одна красивая транечка. С прической. Ну, а какая красотуля. Лучше клюет сейчас на червя. Вот червь пока лучше всего. Поэтому мы все с Настей забросили на червячка. Так, Вова, что там у тебя показывают? О, вот такие вот. Это два корпуса, да? Очень хорошая. Поводочек? Поводочек это я чуть переделал, потому что это то, что вы мне подриваете. Два стопорка? Да. И между ними? Ага. Чуть ушел. Все понятно. Два корпуса. Ну, один такой нормальный, а второй мелковастый, да? Вот, это карпик, он маленький. Ага. И он должен вырасти. Правильно. И привести нам хороший улов. Красавчик. Вот, друзья, и вы отпускаете рыбу. Тоже как рыбу. Отпускаете маленькую и вот поймаете вот хотя бы вот таких вот. И то можно и больше. Ну да. Чтоб рос. Супер. Ну вы поняли, да, друзья? С кормушкой паук ребята ловят. Друзья, пока я Вову снимал, Коля очередной раз поймал и леща. Мне вспомнился анекдот, когда маленький мальчик мотикнулся при маме, когда-то очистила карасей и впервые получил леща карасем. Что там, Коля? Таранюшечка? Да. На червячка? Да. Понятно. Причем еще даже не успела вымыться. Наша прикормочка, да. Такая таранюшка. Друзья, если у нас не клюет, что мы делаем? Догадались, да? Готовим кашу. Вот так. С изюмчиком, видите? Красота! Главный секрет овсянки заключается в том, что нужно сразу же помыть кастрюльку. После того, как вы сварили кашу. Потому что если она засыхает, то это потом адски трудно сделать. Наш завтрак на Днестре готов. Вы готовы на него посмотреть? Пожалуйста. Медик с кашкой, с изюмчиком. Яйца. Блин и слюни декут, е-мое. Сыр. Зелень. Овощи. И вчерашнее мясо. Друзья, но в чужое такое было вкусное, когда было горячее. Сейчас, конечно, холодненькое. Нормально. Нормально? Пойдет. Ну, ладно. Коля, приятного аппетита. С чего начнем? Приятного аппетита. Ну, с кашей, с черного аппетита. Да? Ну, давай, все с кашей, давай. Бери, вот это твоя. Это моя, да? Да, там больше просто меда. Ага. Я себе поменьше медика ложил. Ну, давай, оно, зацени. Сейчас попробуем. Ну, давай. Что с кашей? Отличная каша. Да? Овсянка, да? То, что надо. Ну, вот, друзья. С утра. Чтоб как раз желудок завелся на целый день. Вот каша, овсянка. Как раз то, что доктор прописал. Друзья, и вам советую. О-о-о-о. Отличной монстр. Вот такой вот красавелла. У нас сегодня Коля по отпусканию раков и рыбы. Давай. Огонь. Красавец. Сыновые не видно. Ничего страшного, он найдет дорогу. Коля. Что там, Коль? Карась. Слушай, о-о-о. Книстровский. Да, нам окушательник, друзья. И на гранулу, на гранулу. Красава. Аккуратно, смотри. Аккуратно. Кто там? Лещинский? Подлещик. Хорошенький. А, ты красавчик. За последних, не знаю, 5-6 дней впервые вышло солнце. Все время было туманы, сырость какая-то, слякоть непонятная. Но ветра не было. А сейчас вышло солнышко. И такое ощущение, как будто начало марта месяца, да, Коль? Как будто весна только начинается, а не осень заканчивается. Да. Было бы классно, если бы так было. Друзья, ну я уверен, что у вас с каналом Все для Клюва всегда в душе весна. Поэтому смотрите наше видео. Не забывайте нажимать колокольчики. Подписываться на канал, ставить лайки. Ставить лайки, да, да, да. Смитарик. Да, пишите, я всегда всем отвечаю. Поэтому будет приятно знать ваше мнение о наших рыбалках. Вот у нас поклевочка какая-то очередная. И вон там поклевочка. Короче, надо вытаскивать. Хватит, хватит уже кофе пить. И подлещик на гранулу, смотрите. Здесь в прическе. Подлещик. Хорошенький, хорошенький. Вот такие на гранулу. Значит, смотрите, еще один маленький-маленький секретик по грануле. Значит, я недавно ее поменял, эту гранулу. И взял плоскогубцы. И с обоих сторон от резиночки отрезал. То есть, чтобы эта гранулка поместилась в рот рыбе. Вы поняли, да, в пасть? То есть, я ее с одной стороны и с другой стороны чуть-чуть обрезал. Когда она большая гранула, она не очень охотно берет ее. Понимаете, как бы вода холодная. Она уже так рот сильно не открывается. А вот такой вариант очень перспективный. Смотри, опять же, на тот же самый. Ты видел? Да. Тот, который я взял и обрезал. Ты видишь? На эту гранулу. Да. Которая обрезанная. Вот так. Отлично. Супер. Друзья, ну вот. Такие у нас лещи. Четыре карасика. Тритаранчики взяли с собой. Вот. В принципе, мы довольны. Друзья, вот так вот прошла наша рыбалка с Колей. Мы классно провели время. Был шикарнейший шашлык. Да. Поймали подлещиков, тараник, карася. То есть, как бы, рыба есть. Ну, не в таком количестве, как в котором там прямо супер-мупер. Но нам много не нужно. Мы не торбохваты. Да? Да. К чему и вас призываем тоже, кстати. Да. Даже если поймали бы много, то отпустили бы и взяли с собой только 3 килограмма. По снастям работали и макушатники. Работал и Потап. Работал и Паук. Поэтому отдать какое-то предпочтение, какое-то конкретное, я бы не отдал. Тяжело, да. Да. А вот именно по насадке, конечно, червь вышел на первое место. То есть, поэтому не парьтесь. Покупайте червя, насаживайте на крючок и вперед из песни. У нас был пелец чеснок и фрукта. На их основе была создана прикормка, которая, в принципе, нормально в течение где-то получаса размякла и превратилась в нормальную полноценную прикормку. Поэтому добавили мы ликвида немножко клубничного и горохового. Чуть надо для аромата. И все классно у нас получилось. Главное, что мы отдохнули, не устали. Да. Удовольствие получили. Погода хорошая. Погода не просто хорошая, она шикарнейшая. Весна начинается. Сегодня 27 октября, друзья. А у нас солнце. Честно говоря, мне жарко. Мне жарко вот в этой кофте. Хочется раздеться и быть в футболке. На этом заканчиваем наше видео. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все для клева. Ну, мы прощаемся с вами. До скорой встречи на рыбалке. До встречи. Пока. Пока-пока. Пока-пока.